Международная космическая станция – самый потрясающий корабль из когда-либо построенных. Лаборатория, парящая на высоте 400 километров. Мы проводим тут эксперименты. Мы занимаемся наукой, ставим опыты, мы учимся работать вне нашего привычного мира. И наши усилия приносят пользу людям на Земле. МКС позволяет исследовать медицинские показатели. Процессы старения, потери костной и мышечной массы очень сильно ускоряются в условиях микрогравитации. Невесомость – наш путь к пониманию таких болезней, как диабет и, возможно, даже рак. Понимание этих процессов позволит разобраться, как улучшить эффективность лечения на Земле. Если бы мы не проводили эксперименты на МКС, то никогда бы не узнали, что у низкотемпературной плазмы такая широкая область применения. Самые многообещающие результаты были получены в ходе изучения белка, ответственного за возникновение мышечной дистрофии Дюшена. Мы можем замедлить скорость течения этой болезни вдвое, в два раза, увеличив продолжительность жизни пациентов. Мы обеспечиваем непрерывную съемку мест возникновения природных катаклизмов, включая наводнения и пожары, исчезновения лесов и извержения вулканов, даже землетрясения. Это отличный пример, показывающий, как снимки с МКС могут пригодиться в такое важное для нас время. Время, когда мы осознали, что у нас есть шанс изменить мир к лучшему, применяя технологии, которые использует НАСА в отдаленных районах развивающихся стран. Я считаю, что Хайко заставил людей обратить внимание на проблемы качества воды. Это очень хорошая вещь. Хайко – идеальный инструмент в наших исследованиях с борта МКС. Мы можем изучить водоемы из космоса, и если нам удастся уменьшить воздействие на них людей и даже животных, наша цель будет достигнута. Сегодня под нашим контролем находится крупнейший флот спутников для снимков Земли в истории. И это не было бы возможно без Международной космической станции. МКС сделала для жителей Земли очень многое. Это показывает, что люди могут работать вместе. Это показывает бескрайние и неизведанные просторы науки, простирающиеся перед нами. На борту провели более 2000 экспериментов. 170 стран приняли участие в обустройстве станции или в одном из них. Число исследований неуклонно растет, и мы работаем над ними больше, чем когда-либо ранее. В будущем темпы будут только нарастать. Сегодня мы видим настоящий бум идей и концепций. Мы живем в эпоху Ренессанса всего, что касается космоса. Пристегните ремни, для вас всех уготовано место в ракете, имя которой — мировое сообщество. Ну а группа Альфа Центавра с радостью будет вашим проводником. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Ну и на Patreon можете нас тоже поддержать. Спасибо!